У России значительно сократились возможности на Южном Кавказе и у России появилась некая зависимость от Турции и от Азербайджана, то есть вот этот диапазон действий возможных по отношению Азербайджана сократился очень. Если раньше, даже если мы посмотрим на начало, ну на первый этап российско-украинской войны, когда были известные события рядом с селом Порух и вот с высотой Караглох, тогда Россия все-таки какие-то шаги предприняла, эти шаги не были публичными, об этом мало кто знает, но какие-то инструменты давления на Баку тогда были, об этом я бы не хотел публично говорить. Но знающие тему люди знают о таких шагах, но вот например, когда в августе уже случилась эскалация в Нагорном Карабахе, Россия уже полностью играла какую-то пассивную роль. И сейчас мы видим, что Россия с одной стороны не готова и не может обеспечивать безопасность ни в Нагорном Карабахе, ни на армяно-азербайджанской границе, но с другой стороны требует от Армении, чтобы Армения двигалась по именно российскому сценарию.